Правительство в отставку! Правительство в отставку! Правительство в отставку! Нашу акцию трудящихся города Ленинграда объявляю открытой. Первое слово предоставляется члену Центрального комитета КПРФ, депутата Государственной Думы, народному артисту Владимиру Владимировичу Бортко. Это закон классовый, потому что он направлен на людей со средним и малым достатком. Олигархам пенсии не нужны. Это закон против вас. Если говорят, мы повысим пенсии, а теперь давайте посчитаем. Хорошо, допустим, их даже повысят на одну тысячу рублей в месяц. Но вы же не получите в одном случае за пять лет пенсию, а в другом случае за восемь. Так вот, потери за это вредно 840 тысяч для мужчин и миллион 350 тысяч для женщин. Это против вас. И не просто потому, что мы не хотим, а вот потому, что это цифры. Митингами, только совместными акциями можно остановить эту злосчастную реформу. Ну, у правительства у нашего, наверное, нет других проблем, кроме как пенсионеров. Ну, не любит оно пенсионеров, наверное. Самую злосную часть представляют у них работающие пенсионеры. Мало того, что они работают и зарплату получают, они еще и пенсию получают. Предложили всем участвующим, мы подняли красные карточки. Как символ, как в футболе, да, игрока удаляют с поля за грубое нарушение. А мы подняли эти красные карточки, чтобы правительству показать, что она допускает грубые нарушения прав работников. Минимум 36 лет. Если мы платим заработные платы 22%, мы умножаем на 12 месяцев на 36 лет и всего 5% банковского, да, за 36 лет. Я получаю, что я заплатила в пенсионный фонд 103 заработные платы. Видят все? 103 заработные платы. Когда мы выходим на пенсию, кстати, раньше, когда мы выходили на пенсию, говорили о том, что мы идем на заслуженный год, а теперь это время дожить. Жуть, да? Так вот, за время дожить, и я беру их статистику, мне государство даст 47 заработных платов. Посмотрите внимательно. в таком случае, сколько осталось в пенсионном фонде? Обратите внимание, что я заплатила за себя, за того парня, и еще за пол землекопа. Так вот, где деньги? И что же сегодня государство говорит? О прямой расчет. Просто отнять, отнять пенсию, отнять наши с вами льготы, прежде всего, это льготы на имущество, да, это льготы на землю, это льготы по коммунальным услугам, ничего не дать, таким образом пополнить бюджеты не только региональные, но еще бюджеты федеральные, и забрать все и отвезти в офшор. Все люди в России заслуживают лучшей жизни. Именно этого мы пытаемся добиться своими протестами. Сегодня мы выступаем против одного из самых антинародных законопроектов повышения пенсионного возраста. Можно выразить три основных пункта, которые объяснят весь маразм данной реформы. Во-первых, продолжительность жизни в России и так слишком низкая. Многие уже сегодня доживают до своих пенсий, а после поведения реформы их количество увеличивается до 40%. Мы занимаем 129 место в мире по продолжительности жизни. Хуже нас только отставы африканские страны. Соблюдение Конституции. Если он не может с этим справиться, тогда ему надо незамедлительно уйти в отставку. Правительство в отставку. Правительство в отставку. У меня привело, конечно, мое неподдержание, мой протест против данной пенсионной реформы. Я рассматриваю эту реформу как наступление на права народа. Если эта реформа будет проведена, это значит, что права народа в нашей стране абсолютно уже ничего не значат. Я против таких реформ, потому что деньги надо брать в другом месте, а не с нищего населения. Резко негативная реакция на те меры, которые предложило нам правительство. Я не верю в то, что это у нас выходная ситуация. Я вижу, что это не было подготовлено. И никакой пакет мер. Вообще я не видела ни одной реформы, которая была бы заявлена этим правительством и реализована до конца с понятными, позитивными, какими-то изменениями в стране. Поэтому этой реформе я абсолютно не верю. На площадь, потому что я не хочу, чтобы узаконили воровство, узаконили геноцид народа. Я хочу, я за справедливость. Потому что я думаю и о себе, и о своих детях. Нам нельзя просто молчать. Мы должны сделать что-то, чтобы поменять то, что происходит в стране.